Девушки отдыхают И вот очередной Александр на БМВ Пускай они там пока познакомятся, а я парочку слов скажу Вот вы нам пишите, звоните, иногда на улицы подходите Мол, хочу поучаствовать в передаче, в погоняшках И я обгоню эту красную Хонду И ливеную долю этих заявок мы отметаем Почему? Ну потому что у одних какой-нибудь Ниссан Под капотом у которого лошадок под 300 Поздравляем, обгонишь Но это и так понятно, стоит ли устраивать заезд А у других какой-нибудь Солярис И они намерили на мобильнике, что его машина разгоняется до 8 секунд до сотни Я обгоню эту Хонду Но не обгонят стандартный, да и шитый Солярис этого Цивика Но иногда бывают заявки, которые не то что в точку попадают, но обещают интригующий заезд Я думаю, они там познакомились, пойдемте к ним БМВ пятерка Е39 За что так любят именно эту бомбу? Даже есть мнение, что, мол, Е39 была последней настоящей БМВ Вот Александр согласен с этим мнением А я нет Потому что и после Е39 у баварцев есть на что посмотреть Но соглашусь, что именно 39-я получилась у БМВ очень хорошо по надежности Все последующие стали в этом плане похуже Пожалуй, единственное, но... Подвеска Не слишком живуча на наших-то ямах Но да ближе к гонкам Мотор мощнее и объемнее, чем у Хонды 170 лошадей При этом запряжены они в 6 цилиндров Объемом 2,3 литра Напомним, что у японца по паспорту 126 4-х цилиндровых лошадок 44 лошади в плюсе у немца это, конечно, много Но в минусе Больший вес, при том с учетом правильной музыкальной подготовки И главное, гидроавтомат Нет, мы любим классические гидроавтоматы за их надежность и удобство Но для гонок, тем более возрастной Впрочем, здесь есть и спорт режим, и ручной тоже Кстати, именно ручной сегодня сыграет свою роль Ну, да не буду забегать вперед А знаете, какой была заявка на гонке? Вы не обидитесь, если мы накажем вашу красную Хонду? О, как! Звучит заманчиво И главное, нам известно, как едут Е39 с этим мотором Неплохо Но вот уж кого точно можно поставить с Солярисом По паспорту 10 секунд до 100 А учитывая возраст Спрашиваю, масло кушает? Ест! Примерно литр на тысячу Конечно же, мотор подизношен, что неудивительно Однако, почему так уверен Александр? Поможет та самая М? Во всяком случае, М-обвес видим Ну, Никита, рассказывай, как цивик твой поживает? Идут работы по улучшению динамики, притом по двум фронтам Увеличивается отдача мотора и снижается вес Вот новый выпускной коллектор Паук Он и легче штатного и при этом дал небольшой прирост по мощности Мозги новые, притом нашей российской разработки Говорит, штатные японские не шьются Так выглядит российская плата, вот она синенькая Что дала прошивка? Во-первых, оптимизацию полки момента и зажигание Во-вторых, мотор теперь крутится до 8 тысяч Было ограничение на 7200 Вот еще снижение веса Крышка багажника Была железной, стала пластиковой Несколько килограммов в минус Тем не менее, есть, на мой взгляд, и компромиссные решения Диски новые Но они же тяжелее Зато красивее, говорит Никита Ну да, красота требует жертв Под капотом вижу распорку Притом крепление в трех точках, как у штатной Управляемость стала лучше, но вес-то прибавился В салоне новые сиделки Новый пластик, новый более пухлый руль Ну что, Никита На твою непобедимость покушаются Сможешь ли ты дать достойный отпор? БМВ против Хонды Участники на старт Редактор субтитров А.Семкин Никита первый Но мне не очень понравился старт Посмотрим еще раз Во-первых, Александр допускает мини-фальшь-старт Но я не стал останавливать гонгу А Никита, где твои знаменитые короткие пробуксовки? Ведь, учитывая, что у БМВ автомат Я думал, начальный разрыв будет гораздо больше Но тем не менее, догнать Хонду Саша так и не сумел Сегодня мы посмотрим и второй заезд Скажем спасибо болельщикам Александра Они настояли, чтобы тот проехал и в ручном режиме автомата Чтобы до упора выкручивать мотор Ну что же, будь по-вашему Итак, дубль 2 Саша теперь будет щелкать передачу сам А я, пожалуй, сразу и покомментирую Притом посмотрим весь заезд с финиша Опять какой-то неуверенный старт у Никиты Плюс какие-то проблемы с переключениями передач А главное, БМВ едет лучше в ручном режиме А мне непонятно, кто придет первым Давай, Жень, замедляй реальность Хонда На полкорпуса, но все-таки Хонда Александр, а ведь во второй раз почти получилось Но почти не считается Никита, поздравляю Но почему такие плохие старты? И на переключениях заминки, ведь чуть было не проиграл во втором заезде И мы открываем капот Тут-то и становится все понятно Течь охлаждающей жидкости, притом по старому маслу И прямиком на коробку передача далее на сцепление Отсюда и заминки с переключениями, и невозможность стартануть с буксом Тем не менее, статус непобедимый сохранил Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok